20 февраля в рамках акции Следственного комитета России «Спасибо каждому ветерану» сотрудники регионального следственного управления навестили ветерана Великой Отечественной войны, участника исторического парада победы на Красной площади Николая Александровича Карпова. Искренне поздравляем вас в преддверии Дня Защитника Отечества и акции «Спасибо каждому ветерану, приуроченному к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне». Примите самые теплые пожелания, крепкого здоровья, счастья, весеннего настроения, благополучия, оптимизма и мирного неба над головой. Главное вам – здоровья. Примите наши маленькие подарочки. Спасите, мои милые. Спасите. Дайте вашу ручку. Подождите, девочки. Николай Александрович родился 11 октября 1926 года в крестьянской семье в деревне Игорище Нижегородской области. 7 декабря 1943 года, когда ему едва исполнилось 17 лет, его призвали в Красную армию. Зачислили в Московскую центральную военно-техническую школу дрессировщиков, где по ускоренному курсу обучили минно-розыскному делу с использованием служебных собак. Из курсантов формировали учебно-боевые батальоны. Я же минер. Разминировал 2442 минных. А в этом вот у газетах есть и везде. Николай Александрович воевал в составе 608-го стрелкового полка 146-й стрелковой дивизии. Стоял в обороне перед немецким рубежом Пантера на реке Великая. В июле 44-го с армией форсировал и прорвал этот вражеский рубеж, захватив ключевой его узел – старинный русский город-остров. Он освобождал русский город-остров, эстонский город-тарту и латышский город-риву. В Риге исполнилось мне 18 лет, когда я исполнилась. А это было еще 17. 13 октября Ригу освобождали, 44-го года. 11 октября мне исполнилось 18 лет. Все это время рядом с красноармейцем Карповым был его боевой товарищ верная овчарка Норка. В декабре 44-го года батальон, где служил Карпов, вернули в Москву для продолжения учебы. Курсантом Николай Александрович Карпов принимал участие в Параде Победы. После войны продолжал служить. Был командиром взвода учебного полка курсов «Выстрел» в Солнечногорске. Затем командовал взводом роты 103-го отдельного военно-строительного батальона 12-й инженерной бригады. А в июле 53-го возглавил роту 31-го отдельного батальона в Калинине. День защитника Отечества 50-го года особенно памятен ветерану. Именно в тот день он получил офицерское звание. То, что он провоевал войну, участвовал в Параде Победы, потом занимался вопросами военного строительства, это все было хорошо. Вот такой вот он был в тот день, когда вручили ему офицерские погоны, первый офицерский погон, сразу лейтенантский. Это 50-й год. Да. Это было 23 февраля. 23 февраля 50-го года. Среди наград Николая Александровича 17 медалей. Орден Отечественной войны второй степени. Знак отличный минер. Да, дорогая медаль за тварь. Это за разведку. Я же с разведчиками четырежды водил разведчиков за языком. У Николая Александровича в роду много защитников Отечества. Дед Иван сражался на фронтах Первой мировой. Отец – участник финской кампании. В первый же день Великой Отечественной пошел на фронт. Погиб в 41-м в Ухенвальде. Стали кадровыми военными сын и внук ветерана. Сын Александр Николаевич Карпов в звании генерал-лейтенанта, профессор, доктор политических наук. Торжественную клятву суворовца произнес и правнук ветерана Великой Отечественной войны Карпова. Жизнь продолжается, и есть в ней такая профессия – родину защищать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok